ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД Поэтому в этом году, несмотря на то, что уже таких сильных ограничений нет по проведению мероприятий, мы решили все-таки формат онлайн сохранить и провести его таким первым этапом. А вторая часть, она предоставляет возможность познакомиться уже воочию с университетом. Это очное посещение нашего университета абитуриентами и родителями, если их заинтересовал ВУЗ. Потому что я все равно считаю, что почувствовать атмосферу университета, почувствовать твое это, не твое, родное, неродное, можно только посетив сам ВУЗ. И пройдя по лестницам, зайдя в аудитории, пообщаясь с преподавателями, мы еще и во второй части продумали разного рода квесты, викторины. То есть это дает возможность ребятам уже как бы погрузиться в профессию и почувствовать себя, например, агрономом или экономистом или инженером, выполнив задание, посидев в комбайне или в тракторе, заведя его даже. Я вот не абитуриент, я бы пришла посидеть в комбайне непопытно. Поэтому я очень надеюсь, что вот эта вторая часть, более близкая, она поможет составить более полное представление о ВУЗе и о самой профессии. Интересно, в плане расширения географии этот онлайн когда-то был вынужденный, а теперь очень полезный. Можете ли рассказать о географии ваших и абитуриентов, и студентов? То есть я так понимаю, ведь действительно это не только Киров и районы, когда сложно приехать, но и могут быть другие города, а то и вдруг страны. Страны, само собой, потому что мы с каждым годом наращиваем международную деятельность, и к нам поступают абитуриенты, конечно же, и стран и дальнего, и ближнего зарубежья. Я надеюсь, что в этом году у нас аналогичная ситуация сохранится, вот ребята все-таки будут иметь возможность поступить в наш университет и приехать в нашу страну. Если говорить про Россию и российских абитуриентов, то, конечно, это не только Киров и Кировская область, хотя, конечно, порядка где-то 60% это абитуриенты и студенты из города Кирова и Кировской области. Ну, кажется, что это не то, что мало, да? Я думала, в Кировском вузе у кировских студентов гораздо больше, чем 60%. У нас достаточно большое число абитуриентов из близлежащих районов, то есть это тоже Приволжский федеральный округ. В Сибирь ребята приезжают с Пермского края, очень активно к нам поступают из республики Коми, из Удмуртии. Есть даже ребята, которые приезжают из Нижнего Новгорода и Казани, несмотря на то, что наши ребята уезжают наоборот туда. В прошлом году был студент из Москвы, который целенаправленно поступил к нам в университет, да, и, ну, скажем так, у него были здесь корни, то есть он считает Кировскую область все равно своей такой малой родиной. Потом у нас есть очень интересные специфические профессии, я уже неоднократно рассказывала о направлении охотоведения, которое представлено на данный момент полноценно в двух вузах. Это Иркутский государственный аграрный университет и наш Вятский агротехнологический университет, причем школа охотоведов, она потомственная, вот, более 50 лет данному факультету. А молодым людям интересно это направление? Да, интересно, и как раз туда приходят абитуриенты из, скажем так, потомственных профессиональных сообществ, да, то есть когда папа, дедушка были охотоведами, и вот они ему говорят, если ты хочешь получить хорошее образование, ты должен как раз отучиться в Вятском государственном агротехнологическом университете. Ребята такие приезжают, они целенаправленно учатся, потом уезжают домой, да, и там уже работают в рамках собственного бизнеса, либо в государственных структурах. Поэтому география очень широкая наших абитуриентов и студентов, даже опыт, скажем так, прошлых, ближайших лет, когда была ковидная ситуация, вот, мы не заметили того, что наша география как-то сузилась, и я очень надеюсь, что в этом году будет такая же ситуация. А иностранцев какие направления обучения привлекают? А вы знаете, вот я не могу даже сказать, что где-то больше учатся на каком-то направлении иностранцев, а где-то меньше. Они как-то у нас очень равномерно распределяются по факультетам. Может быть из-за того, что, как правило, иностранные абитуриенты, они проходят еще обучение русскому языку, это два года, которые они находятся в нашем университете, изучают русский язык, и только после этого уже поступают на профессиональные направления. В рамках вот этого обучения русскому языку они много общаются с нашими деканами, вот, и погружаясь, да, в те возможности, которые им может дать будущая профессия, будущая специальность там за рубежом уже при трудоустройстве, они выбирают абсолютно разные направления. То есть это и ветеринары, это и агрономы, это и инженеры, и экономисты, и зоотехники, даже экологи. Есть ребята, которые поступают на направление экология, биология, вот, и заканчивают его. То есть я не могу сказать, что есть какие-то предпочтения у иностранцев. А вообще в целом, вот, я сейчас услышала слово экология, и вот у молодых людей сейчас это более, для них это важная вещь, чем там для предыдущих поколений. Чувствуете ли вы какой-то особый интерес вот к этому направлению? Ну, если я скажу, что чувствую, то я, наверное, слукавлю всё-таки. Самый большой конкурс у нас – это на направление ветеринарии и на инженерные направления. Вот я не удивлена по поводу ветеринарии, потому что, когда я прихожу в ветклинику со своими питомцами, мне очень приятно видеть молодых, и, скорее всего, это выпускники ваши. Да, 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 ну, большинство, я тоже так думаю, что специалистов в ветеринарных клиниках, в хозяйствах – это наши специалисты нашего университета. Хотя есть, конечно, ветеринарная академия в Казани, и оттуда тоже приезжают специалисты, работают. Ну, я думаю, что процентов 90 – это точно выпускники нашего университета. Школа ветеринарная, она основополагающая исторически. В 1931 году, когда был создан на Вятке институт сельскохозяйственный, он как раз назывался зооветеринарный. Поэтому экология, конечно, это интересное направление, перспективное направление, но в основном экологи – это специалисты государственных служб, мы должны это понимать. Хотя, конечно, сейчас на предприятиях, бизнес-предприятиях введены ставки экологов, но, как правило, зарплаты все равно у этих людей не очень высокие. И туда, конечно, идут дети в основном по призванию, которые любят природу, которые любят биологию. Проблема-то в том еще, что когда они сдают ЕГЭ, они должны понимать, что они должны выбрать биологию при сдаче ЕГЭ. Это тоже, в общем-то, определенная такая сложность, потому что не все ребята выбирают биологию, особенно ребята из сельских школ, где все-таки есть проблемы еще и с учителями. Что касается цифр и планов ваших по приему, где вы наращиваете, как-то перераспределяете цифры и вообще сколько на следующий год готовы взять на бюджет или не бюджет? У нас порядка 600 мест бюджетных в этом году. Я не могу сказать, что это много или мало, но это на уровне прошлого года. При перераспределении, скажем так, этих цифр в сравнении с прошлыми годами мы усилили направление магистратура и аспирантура. Для нас это важно, потому что это научно-педагогический потенциал кадровый, который мы в дальнейшем планируем оставить в университете. Абитуриенты, которые хотят продолжить научную карьеру, педагогическую карьеру в высшей школе, мы приглашаем вас в наш университет. Мы заинтересованы в творческих и компетентных кадрах, которые могли бы в дальнейшем работать уже в нашем университете и развивать аграрную науку в наш регион. Если говорить про еще одну такую специфическую особенность этого приема, мы в этом году значительно расширили уровень СПО. Среднее профессиональное образование у нас при университете появился свой колледж. В этом году бюджетных мест там не так много, это 70 бюджетных мест. Это первый набор, получается? Это первый набор бюджетный, да. В прошлом году мы проводили на внебюджетной основе, в этом году вот первый набор, когда у нас есть 70 бюджетных мест. Так, давайте расскажем молодым людям. Причем направление у нас пока только одно, это экономика, это экономическое направление. Но мы лицензировали еще по каждому практически факультету для того, чтобы выстроить вот эту систему непрерывности подготовки кадров. Надеемся, что на следующий год у нас будут представлены уже практически все профильные специальности и направления в соответствии с высшим образованием. В этом году мы очень надеемся, что ребята, девятиклассники в рамках своего выбора остановятся именно на нашем колледже. В чем наше преимущество? Преимущество в том, что обучение в колледже проходит в стенах самого университета. Мы не выделяем в рамках образовательного процесса отдельное здание или территорию для обучения этих ребят. Они учатся вместе со студентами высшей школы. И это дает возможность уже на более раннем уровне погрузиться, скажем так, и в профессиональную деятельность, и в жизнь самого университета. Адаптироваться легче, понять дальнейшую траекторию своего развития уже в рамках высшей школы. Я когда училась, экономическое направление в сельхозуниверситете, в сельхозакадемии тоже считалось сильным. Оно не просто сильное, это, по сути дела, прародительница, школа прародительница всех экономических школ нашего региона. Потому что первые экономические факультеты, кафедра экономическая возникла именно в нашем университете. Это тоже было порядка где-то 50 лет назад. Мы гордимся тем, что четыре министра нашего правительства Кировского – это выпускники нашего Вятского государственного агротехнологического университета, именно экономического факультета. Действующих? Действующих министра, причем, если мы говорим по профилю экономическому, Наталья Кряжева и Маковеева Лариса Александровна. Это тоже выпускница нашего университета экономического факультета. Люди, которые все деньги области держат в своих руках буквально. Да, да, поэтому мы гордимся, конечно, ими, постоянно находимся с ними в контакте, приглашаем их на встречи с нашими студентами. Они приходят в том числе и на дни открытых дверей, таким образом позиционируя экономическое образование в нашем университете. Потому, наверное, с экономики начали вы в колледже, да? Да, скорее всего, наверное, это послужило. Ну и плюс в университете было открыто направление среднего профессионального образования по экономике, но на базе 11 классов. То есть задел такой был определенный, да? Но в прошлом году мы поняли, что нужно переориентироваться и все-таки уходить в сторону раннего обучения именно на базе 9 классов. Поэтому была поставлена задача лицензировать это направление и дальше развивать. Если говорить про прием на высшее образование, мы сказали про бюджет 600 мест. А внебюджетных сколько? Порядка полторы тысячи внебюджетных мест. Возможность поступить есть в университет, тем более, что стоимость обучения у нас невысокая по сравнению с другими вузами. Порядка где-то 100-115 тысяч, но по разным направлениям разная стоимость. Это очная форма обучения в год. И порядка где-то 30 тысяч – это заочная форма обучения. Плюс еще один бонус только у аграрных университетов. У нас снижены баллы ЕГЭ по математике. 27 баллов. Так как у вузов подведомственных министерств образования и науки он держится на уровне 35 баллов. Поэтому ребята, которых постигла, например, неудача при сдаче математики, они имеют возможность поступить к нам. Ну, конечно, если только не ниже 27. Есть такой у них небольшой бонус. Приглашаем ребят, потому что, конечно, математика очень важна для наших абитуриентов и студентов. Но, тем не менее, работая в сельском хозяйстве, для нас важно знание биологии. Это один из профильных предметов. На что бы вы рекомендовали ориентироваться абитуриентам? Ведь все-таки, наверное, не на баллы по математике при выборе своего дальнейшего пути. Я бы посоветовала послушать свое сердце. Я сама так в свое время выбирала профессию. И сейчас понимаю, что я сделала правильно, потому что мы выбираем профессию не на один день все равно. Мы выбираем ее на всю жизнь. Даже, знаете, бывает так, что в семейной жизни люди расходятся. Профессию тоже можно, конечно, поменять. И сейчас вот говорят, что модно там скиллы, все такое, переориентироваться, нужно быть пластичным, подстраиваться под все перемены. Я, знаете, не совсем придерживаясь этой позиции, объясню, почему не совсем. Я не говорю, что я отрицаю ее. Нет. Да, я считаю, что сейчас студенты и выпускники должны быть пластичными. У них действительно должны быть компетенции soft skills, однозначно должны быть. Но эта пластичность, она все равно должна быть в рамках какого-то основного направления. Потому что если ты начинаешь работать зоотехником, например, выбрал профессию зоотехника или ветврача. Ветврач может получить дополнительные компетенции зоотехника, это только расширит его профессионализм. Он может получить компетентности инженера. Это опять-таки только расширит его возможности на рынке трудоустройства. Но полностью переориентироваться и, например, стать врачом, медиком, который бы лечил человека, будет сложнее. Или стать поэтом, имея компетенции ветврача, да? Ну, мы знаем такие. Есть примеры, я согласна. Потому что, конечно же, бывают исключения. И эти исключения связаны с определенными талантами. Вот в этом случае, я говорю, прислушайтесь к своему сердцу, что вам нравится. Попробуйте своими руками. Почему мы и оставили вот второй этап, чтобы ребята пришли и, первое, погрузились в профессиональные какие-то квесты, в профессиональные задания и почувствовали себя немножко уже в будущей профессии, чтобы понимать, стоит ли поступать на это направление или нет. Смогу я в дальнейшем самореализоваться? Нравится ли мне это? Потому что человек должен, ну, есть хорошая пословица, человек должен идти на работу с хорошим настроением и уходить с работы тоже с хорошим настроением. Другого не может быть. Только в этом случае мы будем расти в рамках этой профессии. Только в этом случае мы можем полноценно самореализоваться. У меня был свой интересный профессиональный путь. То есть я готовилась в медицинский университет, но на этапе как раз поступления, тогда у нас не было возможности подать документы в несколько вузов. Счастливые нынешние абитуриенты. Я проехав со своей мамой тогда по нескольким вузам медицинским, не знаю почему, но вот как по зову сердца сказала, что я не буду поступать в медицинский университет. Я не хочу. Я хочу быть химиком, учителем химии. Вовремя вы где-то себя услышали. Да, да. И поступила в педагогический институт на направлении химии и биологии. Закончила его с отличием. Затем стал вопрос поступления в аспирантуру. Поскольку, скажем так, у меня уже была семья, у меня был ребенок, я понимала, что далеко уехать из города я не могу. В нашем городе не было, к сожалению, аспирантуру по педагогике. Я выбрала аграрный университет, поступила туда в аспирантуру, занималась исследованием по теме влияния селена на сельскохозяйственных животных. То есть это опять какая-то была химическая составляющая, которая была мне интересна. Закончив, стала работать на кафедре химии в этом же университете. Прошла путь от ассистента заведующего кафедры, потом стала проректором по непрерывному образованию. И вот в рамках этого профессионального пути я опять погрузилась в педагогику. Все у вас рядом. Статус наукограда. Это была история, которая очень хорошо расширяла мои профессиональные компетенции и в рамках педагогики, и в рамках сельскохозяйственного образования. И получается, что сейчас уже работая руководителем вуза, я имею практически все компетенции. Компетенции, касающиеся сельского хозяйства и компетенции, которые, в общем-то, нужны руководителю любой образовательной организации. Это компетенции в сфере образования высшего и профессионального образования и общего образования, поскольку, еще раз говорю, базовое образование учителя. Поэтому ребятам, еще раз говорю, вот когда они поступают, слушайте сердце. Оно вам подскажет. Попробуйте себя в рамках одного профмастера, другого профмастера. То есть попробуйте себя и поймите, что вам ближе. И только на основании этого уже делайте выводы, поступайте. А дальше пробуйте дальше себя. То есть вот вы поступили, когда на направлении, попробуйте себя рядом в рамках какого-то направления повысить свою квалификацию. Сейчас вузы очень много предлагают программ дополнительного образования для студентов. А с дальнейшими шагами с трудоустройством? Трудоустройство. Трудоустройство – это еще одна очень интересная, важная тема, потому что сейчас и родители, и сами ребята, они понимают, что все-таки учимся мы не для того, чтобы всю жизнь учиться, хотя это тоже важно, но и для того, чтобы получать определенные блага от своей профессии, трудоустроившись на конкретных предприятиях, на конкретных рабочих местах. То, что касается трудоустройства, я бы вот ребятам, абитуриентам посоветовала задуматься о целевом обучении, потому что сейчас очень много возможностей заключения целевых договоров. У нас больше 250 сейчас предприятий, которые выступают нашими партнерами и в рамках образовательного процесса, и в рамках трудоустройства. Причем практически все предлагают хорошие социальные пакеты, то есть они предлагают возможности проживания в том районе или регионе. И с ними как-то еще задружиться надо для этого. Мы их приглашаем, мы их приглашаем и на дни открытых дверей, мы их приглашаем на ярмарки вакансий, мы их приглашаем на встречи со студентами в рамках образовательного процесса. Они у нас участвуют в учебном процессе, читают лекции, ведут практические занятия. Мы регулярно устраиваем такие мероприятия, как диалог на равных, где руководители или представители той или иной организации или предприятия выступают перед студентами, рассказывают о возможностях своих предприятий, в том числе и карьерных возможностях для наших выпускников. Поэтому возможности познакомиться и дать контакты у нас есть. Я вот еще от себя скажу абитуриентам, что можно заглянуть на сайт vgsh.info. Можно просто не читать, открывайте раздел «Новости», там вы узнаете еще и что вне учебы происходит. Буквально прямо сейчас хоккей, интеллектуальные игры, конкурсы, бесплатные путешествия. Все это очень интересно, инвестиции в образование – это лучшее, ну и годы, мне кажется, будут интересными и хорошими. Мы стараемся создать все условия для наших ребят и для развития их творческого потенциала в том числе. И еще раз, 19 марта онлайн-брифинг с 11 часов. И 2 апреля очно приходите в главные здания. Да, всех абитуриентов, родителей, родственников, двери наши открыты. Вот, поэтому будем вас ждать. Спасибо, у нас была в гостях ректор Вятского государственного агротехнологического университета Елены Симбирских. Спасибо, до свидания. Полезный город